12 ноября в областном центре прошел 9 региональный гражданский форум государства и гражданское общество 30-летие партнерства и сотрудничества по понятным причинам провели его дистанционно со своими докладами выступили представители неправительственных организаций участники говорили о перспективах развития казахстанского общества поднимали актуальные проблемы северного казахстана моя коллега анжелика сычева расскажет подробнее концепция слышащего государства одной из направлений послания главы государства народу казахстана по этому принципу представители власти должны быть максимально близки и открыты перед населением они правительственные организации выступают между ними неким мостом их работа направлена на улучшение благосостояния граждан об этих и других приоритетах говорили на девятом областном гражданском форуме на форуме были созданы четыре дискуссионные площадки собравшиеся обсуждали основные направления нового гражданского общества участия граждан принятие решений механизмы и возможности общественного контроля и многое другое на каждой дискуссионной площадке с докладами выступали спикеры в них они отчитывались о проделанной за год работе а еще указывали на болевые точки в сферах которые они представляют предлагали пути их устранения сергей ходяков на форуме поднял вопрос касаемый участия граждан в принятии различных решений на государственном уровне акцент директора института развития местного самоуправления сделал на деятельность общественных советов мы внесли предложение по совершенствованию деятельности общественных советов о том как формировать их состав чтобы туда попало больше лидеров общественного мнения и по и тем самым был повышен его статус о том каким образом сформировать финансирование деятельности общественных советов это является серьезным барьером в организации его деятельности сейчас каким образом ротацию производить также много было уделено внимание местному самоуправлению. Мы предложили снизить квалификационные требования для кандидатуры Акима сельского округа. Все предложения и рекомендации участников форума приняли во внимание. По итогам подписали резолюцию. Ее текст направят в Министерство общественного развития страны. В Североказахстанской области на данный момент насчитывается около 500 неправительственных организаций. Большая часть из них активно занимается решением проблем населения. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Анжелика Сычева, Новости МТР.